Всем привет друзья, Саня здесь и сегодня по многочисленным просьбам я проверю на себе программу тренировок и питания Яниса Антодокумпо То есть 24 часа проживу как грик-фрик Часть приемов пищи, а именно столько есть Янис каждый день и повторю тренировку, которая включает больше 20 упражнений Выясню как парень с весом 88 кг, который пришел в лигу 7 лет назад превратился в монстра, которого сейчас весит 110 кг сухой мышечной массы Стал MVP 2019 года и просто машиной на площадке Судя по статистике первого года и сейчас это просто что-то чем-то И сейчас я пойду в магазин, чтобы закупить все необходимые продукты и мы узнаем, что делает из грика такого фрика Let's get it! Вернулся с магазина и в принципе понял, что у меня все продукты как бы есть уже Дополнительно пришлось закупить только бекон, которого у меня не было и фрукты, которые идут на завтрак И наверное вы спросите, что это за бодягу? Я намешал трехлитровую Многие из баскетболистов юзают БЦАшки, поэтому я намешал себе сразу 3 литра, чтобы в течение дня это все выпить Найти рацион Яниса в интернете не так уж просто И в принципе информации о том, как питаются баскетболисты очень мало И судя по тем заметкам, что я нашел, с утра он точно употребляет яйца с беконом и овсянку ест и с фруктами У меня это сегодня инжир, допустим Сама суть его питания заключается в том, что он ест 6 раз маленькими порциями Чтобы содержать свое тело в хорошей физической форме, при такой антропометрии, росте и весе, надо есть много Это где-то в районе 4-5 тысяч калорий в день Получается и порции у него немного больше, чем обычного человека Пока я здесь болтаю, еда у меня остывает, поэтому я начну трапезничать С БЖУ и калорийностью вы можете ознакомиться вот здесь, а я полетел вот это все Чтобы набрать 20 килограмм такого качественного мяса, как это сделал Янис Натокумба Надо очень много жрать и очень качественно тренироваться Одним из самых важных секретов, о которых признается Янис о своем питании Это то, что он ест с одинаковыми интервалами между приемами пищи То есть получается он ест каждые 2-2,5 часа Что и сделаю я, через 2 часа я буду принимать свой второй прием пищи И вот эту вот штуку надо выпить за день Плюс обычная вода, конечно же Второй прием пищи начинается сейчас Итак, друзья, прием пищи номер 2 у меня это лазанья из черриками и яблоком Я выбрал лазанью, потому что здесь сбалансированное количество белков, жиров и углеводов Для Яниса, как и в принципе для любого спортсмена, который хочет набрать солидную мышечную массу При минимальном количестве жира, что логично Очень важно соблюдать правильное количество белков, жиров и углеводов в своих продуктах И в принципе в рационе В лазанье есть необходимое количество жиров, белков и углеводов Именно поэтому я ее и выбрал Так делает Янис, так сделал я Пожалуй, приступлю, потому что она стынет Погнали! Порция лазанья относительно маленькая Я ее предварительно взвесил и она получилась где-то 350 грамм Кушать маленькими порциями гораздо легче, чем большими Потому что у профессиональных спортсменов очень большие затраты по калориям Чтобы содержать свое тело в хорошей физической форме, нужно есть много Тем более таким мутантам, как грик-фрик Чтобы содержать его тело, нужно минимум 4000 калорий И разделить это на 6 частей, как делает он, очень логично Потому что впихнуть то же количество на 4 порции будет просто сложно морально больше, мне кажется Поставь лайк, если тоже ешь больше четырех раз в день А мы переместимся на вот это вот место через два с половиной часа Чтобы отведать третий прием пищи Грека, let's get it! Итак, мы снова здесь И сейчас я буду есть макароны Вместе с оливками, отбивными куриными И помидорами Третий и четвертый прием у меня не сильно будет отличаться Поэтому сразу после них мы отправляемся в тренажерный зал Чтобы набрать такую внушительную массу А антотокум появляется эктоморфом То есть человеком, которому в принципе сложно набирать Стоит усердно работать что на кухне, что в зале Шесть дней в неделю он тренируется по два раза Разделяя свою основную тренировку на две части по часу каждая Допустим, в понедельник и в среду он делает верх тела Во вторник и в четверг низ, то есть ноги А в пятницу и субботу уделяет внимание кардиотренировкам и беговым Более детально о тренировке Яниса я уже расскажу непосредственно в зале А сейчас мне нужно съесть третий и четвертый прием пищи После чего я поеду туда и сделаю две тренировки по часу, как это делает он И покажу это все вам В свои 25 лет Янис имеет очень хорошее телосложение Опустим подробности с фармой и заследуточимся на двух тренировках в день и шести приемов пищи Тренировка верха, а именно сегодня я его прокачивал, потому что сегодня понедельник и Янис понедельник делает верх Включает в себя упражнение на развитие всех мышц верхней части То есть трапеции, плеч, рук, грудных мышц и спины Только не качаем пресс в этот день и все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Весь смысл от таких упражнений заключается в том, что мы прорабатываем каждую мышцу отдельно Судя по словам Яниса, в которых он заявляет, что хочет быть лучшим на всех позициях Эти тренировки являются оправданными Из двух тренировок, которые я сегодня сделал, было где-то по 12-13 упражнений в каждой Все упражнения для меня довольно близки и все из них я выполнял ранее И могу с уверенностью заявить, что все они предназначены для развития массы Об этом свидетельствует количество повторений и подходов Потому что повторений не превышает больше 8, а подходов больше 3 В перерыве между тренировками я отправился в Маг Так как одно из основных правил Яниса является то, что после тренировки надо плотно покушать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вернувшись домой после двух крутых тренировок Меня ждет лазанья, черрики и моцарелла Которую я сейчас заточу, потому что я очень голоден После чего подведу итоги дня Основные правила Яниса Антодокумпо Первое. Есть не меньше 6 раз в день, если вы планируете набрать массу Второе. Тренировать каждую мышечную группу минимум 2 раза в неделю Правило номер 3. После каждой тренировки употреблять как можно больше и калорийней продукты Допустим, Янис не скрывает, что после тренировки он позволяет себе отведать пасты или пиццы или бургер Друзья, если вы хотите набрать массу, то это нормально, если вы будете есть фастфуд Если вы октоморф, без этого просто никак, ну объективно Не бойтесь пропустить какую-то лишнюю булку с молоком или бургер Но это относится не ко всем, к сожалению Люди, которые страдают от лишнего веса, такого позволить себе не могут Но если ты худой парень, такой как Янис 7 лет назад То велкам! Все двери открыты Ты можешь есть фастфуд, поздравляю Но сильно не переусердствуй Это делается только после тренировки и только несколько раз в неделю И чтобы в принципе позволять себе не совсем здоровую еду, надо тренироваться Очень много тренироваться Допустим, Янис это делает по 2 раза в день 6 дней в неделю Кому-то подойдет рацион питания на 4 раза, а кому-то на 6 Все мы индивидуальные и с разными целями Если ты хочешь набрать массу, подсушиться, увеличить атлетизм Но почему-то у тебя не получается это сделать Я помогу составить программу питания и тренировок конкретно под тебя Напиши мне по ссылке в описании и у тебя будет прогресс Если честно, я чуть-чуть подустал Есть 6 раз Потому что мой обычный прием состоит из 4 раз Я предпочитаю тренироваться 1 раз в день, чтобы успевать восстанавливаться Янис же 2 На самом деле, ребята, все в нашей голове Если мы настроим ее правильно, то и прогресс придет И в принципе все придет, то что мы захотим Я очень сильно стараюсь, когда создаю подобный контент для вас Поддержите его лайками и комментариями А также посмотрите 3 моих предыдущих ролика, в которых я проживаю 24 часа как игрок NBA Обязательно подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал А с тобой был Саня Услышимся в следующих видосах Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok